В настоящее время в разделе объявления о продаже антиквариата присутствуют объявления о продаже таких вот предметов. Какие-то фарфоровые орехи с металлическими петельками и странными отверстиями для маленьких жучков или, например, эти же изделия, но уже кондовые, отлитые из непонятного металла. Догадайтесь, что это? Это не посуда, не шкатулки и не лайт-версия пчелиного улья. Это обычный противовес для старинной люстры. Интересная вещь. Противовес называется клампом. Я его немножко открутил, но он отказывается крутиться. Первое – магнитит. Но это может быть и корпус. Слишком сложная вещь для противовеса обычного. Вот тут резьба, она не хочет сдаваться. Тут зачем-то для вентиляции как бы. Вот открывается и вот открывается. Что внутри, еще не знаю. Резьба не хочет сдаваться. Возьму ВДшку и попробую открутить. Буду держать вас в курсе, что это такое. Это обычный противовес для старинной люстры. А кто-нибудь видел такие люстры? Сразу же первый вопрос. А для чего Козе Баян? Ну, в смысле, люстре – это противовес. В сети есть даже информация, что в театре опера Гарнье в конце 19 века из-за падения этих противовесов произошел несчастный случай, который стал основой одного из сюжетов спектакля «Призрак оперы». Противовесы к театральной люстре, которая весила несколько тонн. Если бы эти люстры висели на улице, на ветру, то можно понять, для чего ей противовес. Но висели они в помещении. Даже если в большом помещении, как театр, все равно ветров там нет. Кроме того, утяжелять театральные люстры противовесами вообще противопоказано. Любые потолочные балки и кронштейны имеют предел прочности. Так в чем же секрет фокуса? Противовес. Магнитный материал. Хотя выглядит как что-то зеленое. То есть даже не могу сказать. Зеленая жавчина. То есть явно есть медь. А вот он зеленый. Не знаю, как цветопередача камеры, но вот тут зеленая жавчина. А те места, которые задеты, если их потереть, то они желтые. Дальше вот это тоже магнитится. Странно. И тоже магнитится внутри штука. Вот я его разобрал. Отпилил для химанализа. Выглядит как сталь. Но вот зачем просто противовес делать таким сложным? Слишком сложная вещь для противовеса. Причем тут широкий диаметр, а тут маленький. И цифра 13. Это явно цифра 13. Зачем она? Выглядит как сталь. Взял на химанализ. Тут два кусочка. Очевидно. Он только в том, что в процессе, так сказать, эксплуатации люстру надо было периодически опускать вверх и вниз. А для чего? Конечно же зажигать и тушить. Ну, может быть, протирать еще. Зажигать и тушить, конечно же, хорошо. Но только если в люстре стоит керосиновая лампа. Для театральной люстры это полный нонсенс. Если бы в ней были свечи или даже керосиновая лампа, театр по ходу пьесы превратился бы в сауну или душегубку из-за сгорания углеводородов. Да и потолок закоптился бы так, что его белили бы два раза в неделю. Про эти факты почему-то предпочитают не думать. В случае маленьких бытовых ламп проблемы были бы такими же, ну разве что меньшего масштаба. Конечно, керосиновые лампы в домах использовали тоже и даже подвесные. Мое детство прошло в 70-х, когда жили, как сейчас говорят, в ветхом жилфонде. И пропадания электричества были не редкостью. На этот случай в доме была керосиновая лампа. И даже керосин для нее продавали. У соседей были даже лампы, подвешенные к потолку, на самодельный подвес. Но не помню такого случая, чтобы на керосиновых лампах был хоть какой-то абажур. Даже стеклянный. Был случай, когда лампу поставили на окно по неосторожности. Через 5 минут треснуло оконное стекло. К чему это все? В общем, к тому, что попадал в руки рекламный каталог на продажу люстр и запчастей к ним. Зарубежное издание 1911 года. Приведу некоторые интересные рекламные проспекты. Таких разновидностей люстр там штук 20. Видно, что все они электрические. Любой керосиновый фонарь несовместим с абажуром. И у некоторых видно, что под абажуром висит кольцо для поднимания и опускания абажура с лампой. Однако, есть особенности. Электрики, читающие этот пост. Поправьте, если я не прав. Первым вопросом являются провода, ведущие к лампам. Почему их нет на рисунках? Если на роликах несущий подвес изображены провода, надолго ли их хватит при их качестве начала 20 века? На вариантах 1, 2 и 3 неизбежно замыкание уже очень скоро, если люстру поднимать и опускать каждый день. Вторым вопросом является то, откуда вообще могут выйти провода на лампу в абажуре. Не предусмотрено таких технологических отверстий. Если это было бы у нас понятно, доработали бы напильником, но в Европе к этому относятся педантично. Третьим вопросом является сам вариант номер 4. Неужели провода, идущие на лампу в абажуре, должны висеть в воздухе по всей длине? До такого даже и у нас бы не дошло. А вывод очень простой. Все лампы в абажурах были беспроводными. На роликах для подъема-опускания использовались тросы, либо небольшие цепи. Варианты 4 и 6 сделаны в комбинированном виде. То есть верхний ряд включался с выключателя, как у нас сейчас. А нижний подниманием-опусканием противовеса. Секрет противовеса в том, что при уменьшении расстояния от противовеса до лампы, до какого-то порогового значения, он начинал на нее чем-то воздействовать. А она начинала светиться. А чем он так мог воздействовать? Смотрим рекламу противовесов, как отдельных запчастей из этого каталога. Как видно, на большинстве противовесов есть пробки. Те же самые, которые закрывали когда-то отверстия. На фото антикварных противовесов. Скорее всего, художник упростил себе работу и на некоторых противовесах их просто не нарисовал. А по факту они были на всех. Но для чего они были нужны? Значит, в противовесы наливали какую-то жидкость. Варианты противовесов 1, 2 и 3 имели сквозь свою длину запаянную трубку для прохождения троса. Но само тело противовеса было герметичным. То, что там была не вода, это определенно точно. Любой противовес из литого металла или керамики весит много больше воды. Да и вода имеет свойство искать дырочки и вытекать. В случае с фарфоровым подвесом, например, по вариантам 10 и 13, вода могла вытекать из нижней точки фарфорового ореха. Так как металлическая петля крепится с его верхней частью внутренней шпилькой без прокладок. Вода отпадает. Нефтепродукты, кислоты и растительные жиры по понятным причинам тоже. А что еще могли туда заливать? И при этом, чтобы это вещество было тяжелее цветного металла либо керамики. Ответ уже в который раз с завидным упорством лезет наружу. И не замечать его все сложнее и сложнее. Но в этот раз подсказку дал сам Google совершенно неумышленно. Как хорошо, что сейчас есть софт для сканирования текстов и перевода. Любое изучение архивных печатных изданий среднего объема занимает 10-15 минут. И когда загружаешь отсканированный текст по электрической тематике 19 века в Google Translate, начинают вылезать непонятные словосочетания. Такие как оловянные шары, первичный оловянный контур, оловянный свет и тому подобное. Везде есть слово оловянный. Причем без разницы в английском или французском языках. Дальше больше. Несколько раз поймал словосочетание «оловянно-ртутная смесь», но ни разу в связке с какими-нибудь электрическими терминами. Поиск Google выдает следующие результаты. Оловянно-цинковая амальгама употребляется для натирания подушек электрических машин с целью усиления их действия. Наиболее употребительная и пригодная для этой цели так называемая кинмайнеровская амальгама состоит из двух частей ртути, одной части цинка и одной части олова. Оловянно-ртутную амальгаму необходимо хранить в специальном сосуде, но даже в нем она теряет свои свойства. Оловянно-ртутную амальгаму использовали в христианских церквях для извлечения энергии Юпитера. И так далее в таком же духе. Можете сами погуглить. Оловянно-ртутная амальгама представляет из себя до температуры плюс 55 градусов по Цельсию. Полужидкую смесь. Свыше нее жидкость. Еще ради прикола переводчик выдает. Ртутно-серебряная амальгама – сильвер амалгам, английская. Амальгаме де агент, французская. Ртутно-золотая амальгама – голд амальгам, английский. Амальгаме д'ор, французский. Ртутно-свинцовая амальгама – лед амальгам, английский. Амальгаме де пломб, французский. Ртутно-оловянная амальгама, только не падайте. Тайн английский и тайн французский. Вот так, коротко и ясно. Не бывает же таких совпадений в языках индо-романской группы. Форма яйца. Интересная форма. Организуется какой-то энерговихрь. Вот тут есть зазор. Тоже не случайно. Если вот так вот сделать, то мы видим тут две. Два отверстия, второе явно не нужное. Мне кажется, что это для ртути. Химанализ я покажу потом, что он дал. Он ничего не дал. Я вот тут взял химанализ, спилил для ртути. Потому что это единственное объяснение вот этому отверстию, вот этой сложной форме. И тому, что вот он вот так вот висел вот за эти штучки. Висел под люстрой и он, ну зачем он на люстре, что он противовешивал? Слишком сложно. Это не просто болванка для того, чтобы опустить люстру и слишком мало весит. Если он 5 килограмм, то люстра, не знаю, 10 может быть важно весить, но тоже немного для таких огромных люстр. Мне кажется, это просто была форма для того, чтобы заливать сюда ртуть. Чтобы ртуть была именно такой формы, яйцеобразной. Чтобы там эфирные потоки крутились. Это единственное объяснение. И именно поднесение ртути к молочным шарам вызывало их свечение в напряженном магнитном, электромагнитном поле. Вот так. Вот такие мои соображения. Начинает потихоньку доходить смысл слова тайник. Это и есть то самое место, где в зданиях прятали емкости соловянной амальгамой. У нас, может быть, лет эдак, ну 100 назад, оно тоже имело это же значение. Но потом слегка трансформировалось. А скорее всего, нас зачаромутили. Так что приходим к выводу, что эти противовесы – это и есть наши хорошо известные по прошлым статьям эфирные конденсаторы. Только в малом масштабе. И внутри их была ртутная амальгама. При приближении газоразрядной лампы к нему она начинала давать свет. И секрет наших эфирных конденсаторов, наверное, сейчас очень близок к разгадке.